Мертвая вода Мертвая вода Для людей нашей страны И всего человечества Этот заряд знаний Бескорыстно дарит вам Концептуальная партия Единение Мы пришли И мы пришли навсегда Да это мы Если по прошлому То это так На земле было такое время Когда индейцы в Америке Не знали, что через океан Живёт колумб Который их откроет Жители Передейского полуострова Не знали, что есть россияне Россияне не знали, что через фроли И всего от них на японских островах Живут японцы А японцы не знали, что через другой океан Только тихие живут индейцы Такое время было? Было И вот когда такое время было Каждая страна Каждый народ Жили так, как они считают Я вот так хочу и так живу В частности в Японии Вы знаете Модным было Зубы чёрные Ноги там Кимоно Неестественно То, что для нас Если цветово Читали книгу 15-й камень Сада Рюэнзю Там Говорится о том Что японская культура Она напрочь выбивается От всех остальных Почему? Они были изолированы На своих островах Но Как только Страны и народы В ходе истории Вступали между собой В любое взаимодействие В любое Начиная Будь то Торговля Война Институт невест То есть Царь-царевич Поженились Принцесса с принцем Объединились Княжи Религии То более мощная страна Она неизбежно Подчиняла Более слабую То есть У меня пшеница есть А у вас нет Я завоевал Ваш рынок Починил интересы народа Присоединил И вот этот процесс Концентрации Управлений Производительными силами Шел как на региональном уровне И примером регионального уровня Является наша с вами Страна Россия То есть То что даже Вот мы здесь находимся Это что? Казачество Да? Ермар Тимофеевич Значит Хабаров Они присоединялись Сибирские земли Но этот же Точно такой же процесс Шел на глобальном уровне То есть процесс Концентрации Шел как на региональном уровне Так шел на глобальном уровне Так вот Впервые в истории человечества То Кто вышел на понимание Глобального уровня управления Это было Древнеегипетское жречество То есть Это было Три с половиной тысячи лет назад До Нашей эры Почему Древнеегипетское жречество А не наше русское Древневедическое Потому что Египет того времени Государство лента Река Нил Слева справа Узкая полоска плодородной земли Дальше пустыня На узкой полоске Много людей Все хотят счастья Счастья на всех не хватает И Египет вел войны За жизненное пространство Кто должен был решать проблемы Которые копились В том обществе древнем Тот кто управлял Египтом Кто правил Нам говорят Фараоны Фараоны были мальчики Несмышленыши Реальными правителями Египта Было древнеегипетское жречество Что прекрасно показано В романе Болеслава Круса Фараон Вы помните наверняка Этот роман Или фильм смотрели Как жрецы Обладая знаниями Охмурили Не только Ничего не понимающие толпу Но и самого фараона Так вот Египет вел войны И часто В них проигрывал И перед ними Встала задача Разработать Ведение таких войн Чтобы не ведя И не терпя Телесного поражения Покорять другие страны и народы И они разработали Стратегию Глобализации И сейчас мы с вами живем Нравится нам Не нравится Хотим мы этого Не хотим Понимаем Или не понимаем Живем в такое время Когда эта глобализация Фактически завершена А само То древнеегипетское жречество Мигрирует по планете Земля Оно сейчас Трансформировалось И стало Основной командный пункт Это Швейцария Почему в Швейцарии Не бывает войн Все смотрели фильм В 17 мгновение весны Помните Вся Европа Полыхает в пожарах войны А доктор Плещнер Кормит лебедей В Женевском озере Спрашивается Если фюрер Был такой лихой малый Чего бы ему И банки не грохнуть Швейцарские Он туда не пошел Почему А потому что Там сидели Хозяева Гитлера И весь победный Марш фюрера По Европе Был ничем иным Как сдача ему Под единое руководство Всего людского Промышленного И военного Потенциала Европы Для броска на СССР То есть История Она маленечко Не такая Как нам ее учат Ее надо смотреть Через призму Управления И призму Глобализации Так вот Не сумев Взять наши ресурсы В годы Великой Отечественной войны Когда наши отцы И деды Отстояли Независимость Нашей Родины Вот эта вот Финансовая мафия А фактически Это хозяева Транснациональных банков Транснациональных корпораций Они перешли На ведение Войн холодных И все вы наверняка Слышали Что против России Ведется Холодная война Слышали да? То есть А что такое Холодная война? Холодная война Это война информационная Когда народу Жертвы агрессии Так вешают лапшу на уши Что люди Даже не понимают Что они живут В оккупированной стране А цели войны Достигнуты Более того Ужас в том Что люди Сами Работают На оккупантов Реализуют Их планы Вот смысл Холодной войны Ну доказательством Если для некоторых Чем это вызвано Вообще Вот и оккупация Нашей страны И так далее Все вы наверное Слышали О конференции В Йоханнесбурге Да? Слышали? Она была в прошлом году Значит Что это за конференция? Ее якобы сводят Только к экологическим проблемам Это не так Первая конференция Состоялась В Рио-де-Жанейро В 92-м году И через 10 лет В 2002-м Собрались Проверить Результаты Той конференции А речь идет о чем? На земле И все это ученые знают Сейчас глобальный Системный кризис По всем вопросам Наверное вот уже Многие Слышали этот термин Кризис Не только экологический Но и экономический Социальный Политический Военный Вот за что ни возьмись Везде проблемы Согласны? То есть везде Вызвано это Нехваткой в первую очередь Ресурсов То есть вот я Летел сюда Значит Я читал газеты Там оказывается Вот для себя С ужасом обнаружил Газа Вернее нефти Хватает на 22 года Дальше И природные запасы Разведанные На 22 года Газ на 30 лет Уголь чуть побольше Поэтому все что осталось Надо взять под свой контроль А где осталось? Не будем сейчас Обшаривать вот всю планету Земля Констатирую Очевидный для всех факт Это все вот никто Опровергнуть не сможет Возьмем благополучную Европу Которую завидует молодежь В Европе Там Франция Германия Там нет ни газа Ни нефти Ни золота Ни серебра Ни алюминия Ни цинка Ни олова Там даже леса Нет Там есть парки В Европе люди живут хорошо А вот в Мургии в частности И методами и методами И методами ведения холодной войны Как вместо того Чтобы завоевывать силы Применяют Религии Светские идеологии Экономику И другие средства Массового охмурения людей Для того чтобы люди Работали на меня Есть документы Это вот в частности Если вы думаете Что это все фикция Так вот в Йоханнесбурге Чтобы вы знали То о чем я вам говорю Это можно взять Журнал Эксперт За 2002 год Номер 37 От 2 сентября 2002 года То есть это я как бы Не я Вот это зафиксировано То есть это все знаю Значит На этих конференциях Мировых Собираются все руководители стран От нас на первый был Рудской На второй был Вот Касьянов В Йоханнесбурге И там В журнале Эксперт Зафиксировано Что сейчас 15% Населения планеты Земля Потребляет Это благополучные страны Это Европа И Америка 15% Живет Да Потребляет 75% Ресурсов Забываемых Всем человеческим Остальные 85% Куда мы относимся Потребляют Оставшиеся 25% Ресурсов Понимаете Поэтому Вот Благополучные страны Так называемые Это в журнале Писто Золотой миллиард То есть Это вообще говоря Теория золотого миллиарда Нас на земле Живет 6 миллиардов Вот эта мафия Которая в Швейцарии Они считают Что земля Может прокормить 2 максимум 3 миллиарда Избыточные люди Должны исчезнуть То есть Мы избыточные Так вот Значит И там Выявилась На конференции В Йоханнесбурге Так называемые Третья сила Значит Что она предъявила Вот Благополучные страны Они говорят Нам надо Вот экологию Повышать Чистую воду Родниковую Пить Воздух Хороший Нищие страны Их руководители Говорят Нам Наплевать На вашу экологию Нам бы что Поесть Да Дет Забуться То есть У нас вот проблема А вот Третья сила О чем В этом журнале Написано Это руководители Транснациональных банков Они говорят Мы решим Все проблемы Человечества Если вы Все страны Народы Отдадите Под наше Транснациональное Руководство Всю инфраструктуру Планеты Земля Касающиеся Обеспечения Жизнедеятельности Людей Это в первую очередь Касается энергетики Воды Потому что Если говорить о воде Лужков Для чего Северной реки Хочет поворачивать Знаете На земле Дефицит воды Сейчас специалисты Говорят о том Что в ближайшие 15-20 лет Войны будут Швестить За воду 2-3 планеты Земля Человечество Не допивают То есть Им не хватает воды Более того Вот Та промышленность Которая у нас Работает Она что Сбрасывая Все эти Вредные Вещества В реке А меня В школе Мы учились Что Круговорот воды В природе А шесть Так Вода Испаряется В облаках Капает Сюда И опять Вот так Это только Оказывается Верхний контур Кровообращения Самые главные 80% Водяных потоков Циркулирует В недрах Земли То есть Нижний контур Кровообращения Так что мы делаем Сбрасывая Вот туда Все эти Химию И прочее Печень Земли То есть Все те Естественные Ну Фильтры Которые там Есть Они забиваются И те Кто занимается Я ответственно Отвечаю вам Как специалист То есть Может наступить Колокс То есть Не будет Вообще Воды Бах Мы исчезнем Как мамонты То есть Воды не будет На земле То есть Это вот Называется Глобальный Системный Кризис К которым Подвели человечество Вот эти Глобализаторы Которые Ошляют Управление По своей Концепции А управлять Можно Вот вы можете Представить Что вы Управляете Автомобилем И едете В никуда Глупость Да То есть Управление Всегда Предполагает Цель А куда Мы едем Теперь к вам Простой вопрос Какое Общество Мы в нашей Стране Строим Поним Получается Мы едем В никуда Но это Не значит Что если Мы Не понимаем Тот Кто это Сделал У него Прекрасная Цель Так вот Я вам говорю Есть директива Согласно которой Там Приблизительно Сказано Так Русские Не должны Понимать Что с ними Происходится Поэтому С их точки Зрения Процесс Управляем Очень хорошо Так вот Есть документ Это директива 20 граждан От 18 августа 48 года То есть Не сумев Взять наши ресурсы В годы Великой Отечественной войны То что я уже Вам говорил Значит Силой Это было переведено Вот возьмите В область Холодной войны И там В этой директиве Говорится Русских силой Не покорить Поэтому Для того Чтобы захватить Богатство России Мы должны Это они Нехорошие Посеять Рознь Между Различными Национальностями Между Различными Религиозными Конфессиями Оторвать Молодежь От стариков Посеять Пульт Секса Разврата Наркомания Алкоголизма Вот все Что мы с вами И за счет Этого Зачморить Россиян И захватить Их богат Все Хитрости Вот дальше Это так сказать Модернизировалось И непосредственно Перед перестройкой Принял очертание Так называемого Гарвардского проекта По названию Университета В Америке Где разрабатывались Социальные технологии Уничтожения Нашей Родины Сейчас об этом Пишут в литературе Все Гарвардский проект Предусматривает Расчленить СССР Россию На приблизительно 30-40 Маленьких Независимых государств Население Довести По разным Источникам От 15 До 50 Миллионов Рабов Задействованных В сыре Добывающих Отраслях И за счет Этого Захватить Россию Ну чтобы не быть Голословным Цитирую Газета Гардиан То есть все Что я вам говорю Я за свои слова Отвечаю Бывший пример Министр Великобритании Джон Мейджор Пишет Мы победили Россию В холодной Войне Назначение России Стать сырьевым Придатком Запада Но для этого Население России Не должно Превышать 50 миллионов Человек Маргарет Тэтчер Железная Леди Которой Многие Восхищаются Она Там же Пишет С русских Хватит И 15 Миллионов Нас С вами 144 Вы знаете По последней Переписи То есть Как минимум 100 миллионов Должно Исчезнуть И я вам Докладываю На полях Этой информационной Войны Ложится 40 полков В месяц То есть Месяц Прошел 40 полков Нет Еще месяц Еще 40 полков Люди Гибнут От нехватки Лекарств Болезней Алкоголизма Сумоубийства От безысходности Голода Холода Ну если Учителя Вы знаете В некоторых Регионах На комбикорме Живут То есть В беременах Жрать нечем Значит 1 миллион 200 тысяч В год Такова цифра Сокращения Нашей Родины Вот этот Процесс А им Торопиться Некуда Первую фазу Они выполнили Помните СССР Распался Вот я вам Скажу Три фразы А вы оцените Степень их Юмора Первая фраза Масло Подорожало Вторая фраза Курс доллара Упал Третья фраза СССР Распался Теперь говорю Немножко По другому Купец Сидоров Поднял Цену На подсолнечный Масло Мировая Мафия Опустила Курс Доллара СССР Расчленен Для захвата Его ресурсов Разницу чувствовать Очевидно А я То есть Я к чему Это сказал Нет На планете Земля Неуправляемых Процессов Все Процессы Управляемы И когда Какая-то девочка В каком-то Классе Начала себе Делать Уколы Героинам То это Не значит Что это Она Это сама Придумала Она Вписана В глобальный Процесс управления В том числе И наркотики Это мощный Инструмент Ликвидации Мало того Тот Кто сам себя Уничтожает Он получает Самоубийц Деньги За героин Вы не поверите В это Но если вы Потянете Любого наркомана Где взял Кто крышует Откуда привез Кто прикрывает Ниточкой Вы знаете Куда проведете Она вас Проведет К английской Королеве Потому что Английская Королевская Династия Со времен Опиумных Войн В Китае Контролирует Мировой Рынок Наркотиков И принцесса Диана Была убита За то Что попыталась Из одной Мафии Перескочить В другую Мировую Мафию Но там Свои Разборки Там таких Вещей Не прощают И разборки Там как вы Видите Крутые Так я Это для чего Говорю Значит Как же Отшляется Вот это Управление Ну Оно у нас Потом Здесь вам дадут Адреса У нас есть Учебные пособия Сам я В Международном Коммерческом Университете Вот эти вещи Читаются В Южно-Уральском Государственном Университете В Санкт-Петербургском Университете На факультете Прикладной Математики В Томском Университете Вот все Что я вам говорю Это уже Студентам Рассказывают Значит Все Что сейчас Дальше Пойдет Описано В достаточной Общей теории Управления И поэтому Я вам конечно За час Не расскажу Всего То есть Цель встречи Возбудить у вас Интерес к очень Серьезным знаниям И мы Ну некоторые Фрагменты Я вам дам Которые Как бы Говорят Вот оно как Значит Первое положение Вот все Под управлением Понимают Как Как в армии Когда вы смотрите В армии Солдату Говорят Направо Раз Два Шагом Марш И солдатик Пошел Куда ему Сказали На гражданке Говорят Как Иван Иванович Трубу прорвало Берите Бригаду Аппарат Заварите Доложите Вот люди Такое управление Понимают То есть Есть начальник Он что-то говорит И это делает Но это Самое слабое Управление Это так называем По нашей терминологии Структурное управление А есть Без Структурное управление Когда люди Не говорят Направо Шагом Марш Но создают На них Такое информационное Воздействие Когда они Якобы Сами Принимают Решения Но именно Это мне и нужно Управление Примеры Я живу В Ижевске С товарищами Торгуем Мукой Фирму Мука Залежалась Червики Надо ее Срочно Сбыть А никто Не покупает Что делать Выходим мы С друганом На остановку Трамвайную Народ Стал пить 50-50 Ждет Разыграем Сценку Петя Что Вася Ты слышал Страшную Ногу Все сразу Бак Локачивали Как Да ты шо Не знаешь Шо Тут накал Всех Уже Говорят Через два дня Мука В десять раз Подорожает Все приехали Маша Слышала Проходили Мальцов Через два дня Ни макарон Ни лапши Я кому нибудь Вот Мы кому нибудь Говорили Все покупайте Макароны Мы не сказали Но мы создали Такое информационное Состояние Когда все Сделали то Что нам надо Второй пример Телевизор В телевизоре Глобализатор Глоба Завтра Львам И львицам Скорпионом И скорпионшам Очень выгодный День для покупки Ценных бумаг Что это значит Это значит На следующий день Все скорпионши Львицы Там И тигрицы Значит Ну Я не хочу Сказать Сто процентов Но Восемьдесят Девяносто процентов Сделают то Что мне надо Согласны Вот После Даже Того Что я вам Сказал Если вы Теперь Услышите Такие фразы В Юго-Восточной Азии Разразился Финансовый Кризис Масло Подорожало Тысяча студентов Европы В едином порыве Вышли на площади Епропейских городов Чтобы высказать Свой протест Против Масло Подорожало Нет Неуправляемых Процессов Если что-то Где-то происходит Это значит Кому-то нужно В том числе И упал Доллар А дальше Я вам круче Скажу А теперь Представляете Вот как работает Автопилот В самолете Да То есть там Записывается программа Как ему лететь Ну предположим На мунитофон Летчик Нажал кнопку Лег спать А самолет летит Куда надо А летчик спит Как Я мировая мафия Ну чтобы вы знали Эта мафия Содержит в себе 358 клановых Финансовых Семей мира Вот Ну такие фамилии Вы наверное тоже слышали Это Ротшильды Моргана Опенгеймеры Лебы Куны Абрахамы И так далее То есть это Опять можете посмотреть У нас эта литература есть Вот сравниваем Нас 6 миллиардов Их с родственниками Домочадцами Ну пусть Ну 6 тысяч человек А с точки зрения Материального благополучия Весы в равновесном состоянии Вот и вся сказка Про общечеловеческие ценности Гуманистические идеалы И прочие словесные блудки С помощью которых Нас как плохо Обманывают Как вот этим Удерживать вот эти Я же не буду Вот этому Направо На лет Значит надо создать Такое информационное воздействие Когда люди Вероятностно Предопределенно Будут вести Так как мне надо Поняли Для чего я это рассказал Миллионы людей Вводятся в режим Автопилот Одним на корочку Записывается Иисус воскрес И они летят По своей программе Другим Аллах Акбар Они летят По своей Третьим Карл Маркс И Роза Люксембург Наши святые Поняли То есть Религии И светские Идеологии Это метод Без структурного Управления Миллионами Людей В нужный момент А там Заложены Информационные Мины Почему Потому что В каждой религии Есть нестыковочка С другой Религией В каждой Идеологии Есть нестыковочка С другой Идеологией Много партий Плюрализм Вы видите Это Значит Доведенное До абсурда Действие Когда Все друг с другом Ругаются А на высоте Ничего Ужас Но тот Кто этот ужас Организовал Он в нужный момент Столкнул Православие С исламом Денежки Знаете какие Мы с вами Руководим Транснациональной Корпорацией По производству Самолетов И ракет Знаете сколько Они стоят Нам надо Оружие Сбыть Чтобы оружие Сбыть Нам что надо Чтоб война Была Как организовать Войну Возникли Религиозные Теперь понимаете А почему Управление Социальными Процессами Вот как Это достигается Значит В том числе Вот оружие Если говорить Об оружии Вот если Вы возьмете Однодолларовую Бумажку Вот нас Пугают Всякими Измами Социализмами Демократизмами Коммунизмами Еще чем Империализмами На самом деле Мы как жили Так и живем В глобальной Невольничей Цивилизации Просто когда-то Рабовладельцы Древности Поняли Лучший Раб Это Такой Раб Который Даже не понимает Что он Раб А наслаждается Своими цепями Представьте Раб Ошейник На шее Железный Прикован Цепью В галереи Раб Норовит Убежать Чтобы Раб Не убежал Нужен Надсмотрщик Надсмотрщику Нужно деньги платить Производительность Низкая Чем такое Сделать Чтобы раб С песнями На меня Работал В полднях Великих Страх Надо дать Ему то Что он хочет А что хочет Раб Свободу Но если Дать рабу Свободу Он перестанет Быть рабом А дадим Кому Иллюзию Свободы И вот Такая Иллюзия Свободы И была Создана В глубокой Древности Вот этим Древнеегипетским Жречеством И реализовывалась В истории Человечества Через мировые Религии А с развитием Науки Техники Когда религиозные Верования Себя исчерпывали Оболванивание Людей Было переведено В плоскость Светских Идеологий И последний Мощный Отврачивающий Людей Идеологии Явился Марксизм Вот я вам скажу Так сказать Вот смотрите Ведь что значит Это псевдохристианство Ведь его стержень Смысл какой Человек Счастья на земле Нет Счастья там На небе В районе Если ты Раб Божий Будешь себя Хорошо вести Слушаться Своих хозяев Рабовладельцев То там На небе Ты будешь счастлив Поэтому Смирись Кайся Вся власть От Бога Батюшина А когда Счастье на земле Это будет Это милое Когда будет Страшный суд А когда Страшный суд Это будет А это милое Никто не знает То есть Власть На веке Вечной Отдает Что Карл Маркс Сказал Три источника Три составные части Марксизма Первое Основной вопрос Философии Что первично Материя Сознания Второе Политэкономия И третье Построение Справедливого общества Вот из этих Трех категорий Верна только одна Постановка Основного вопроса Философии Что первично Материя Сознания Неправильная Мир Единой Целости Все процессы Во вселенной Носят колебательный характер И представляют Неразрывный процесс Триединства Материя Переобразуется По мере развития Никаких законов Противоречий Там Качество Количества Качества И отрицания Отрицания Нет Почитайте У нас есть работа Она называется Диалектика И атеизм Две Сути Несовместные Но я не буду Сейчас это закрадывать Я просто к чему говорю Это вот ложная Теория марксизма Привела к чему Советский народ Это выразил Очень коротко Советский народ Вечный строитель коммунизма То есть вот Хитрость И изуверство Управление Этой транснациональной мафии Заключается в чем Ага Вы хотите Счастья Счастья В раю Помню Вы хотите Справедливости Боритесь за нее Но вы будете Бороться вечно То есть вот Изуверство Заключается В знаниях И если вы возьмете Однодолларовую Купюру То мало кто Вот задумывается Она у меня есть Потом могу показать На однодолларовой Купюре Изображена Вот такая Пирамида Вот вершина ее Оторвана Да Здесь такой Масонский глаз Нарисован И она сияется А внизу Куча кирпичей Такая Нарисована Мавзолей Мало кто знает Внизу По латыни Напись Новосорда Секлору То есть В переводе С латыни На русский Это означает Новый Мировой порядок Так вот Эта пирамида Олицетворяет То реальное Общество В котором Мы живем То есть Наверху Вот это вот Их немного Это рабовладельцы Вот это вот Надсмотрщики По современному По современному Элита А еще Ниже Куча Рабы Как удержать Эту массу Людей В повиновении Рисуем Рядом Пирамиду Знаний Вот Если Баранку Баранку Держись Шофер Не надо думать С нами Тот Кто все За нас Решит Он Жираф Ему Види И наше Дело Телячье Маленькое Там Люди Они Высокие То есть Не надо Думать И тогда Что Получается Если Взять Ненавидимых Всем народом Из элиты Чубайцы Черномырдина Два Чем Отправить Их на лес Повал Дать им Муручную Пилу Дружба Каждый К себе Они Справятся Справятся А что Работа Нехитра Часовой На вышке Собака Лает То есть Тяни Ну Мозоли Набьют Кровавые Для начала А если Наоборот Взять Честного Лесоруба Иван Петровича Сидорова И сделать Его Министром Лесной Промышленности Он Справится Нет Он Справится Когда Когда Приобретет Необходимые Знания Вот И Все Вот Вся Эта Система Реализуется Через Систему Дошкольного Школьного Высшего И Академического Образования И В первую Очередию Кроется В мировоззренческих Вопрос Религиозных А это нам Вообще Вроде бы Этого Нет А это же Есть Как это Достигается Смотрите Я вам сейчас Скажу Два Образа И все Будет На местах Вот Вот Давайте Представим Все Знания В виде Цветных Камешков Или Черепушек Математика Красная Биология Зеленая Физика Синь И так Дальше Из этих Знаний Можно Сделать Мозаичное Полотно Когда Каждый Камешек Камушку Да И будет Картина А можно Калейдоскоп Знания И здесь И здесь Одни и те же Но при Мозаичной Подаче Знаний Мы Видим Целостную Картину И ребенок Начинаю Он будет Сопрягать Физику С историей Историю Значит С экономикой И так далее Я просто Для примера Скажу Вот я Когда последние Годы Работал В Санкт-Петербурге В публичную Библиотеку Ходил И там Нашел Книгу Водовозова Это Педагог Ну Дореволюционная Там Книга Для начального Чтения Как потом Оказалось Моя мама Покойница Училась По ней В церковно-приходской Школе И там Вот что удивительно Книга Для начального Чтения Там Открываешь Первую Страничку Птичка Божия Не знает Ни заботы Ни труда Стихтоварение Переворачиваешь Басни Крылова Переворачиваешь Страничку Историю Руси Переворачиваешь Страничку Как утка Летает Ну я Что на ум Приходит Переворачиваешь страничку древний Египет, переворачиваешь страничку арифметика. То есть при таком восприятии у людей было целостное понимание. А у нас историк не знает управление, управленец не знает экономику, экономист не знает литературу. Каждый честно. Вот это мозаика. И калейдоскоп. В результате калейдоскопа знаний, я еще раз говорю, и здесь, и здесь одни те же. Но подаются они в таком разрозненном виде, когда человек не может понять, что экономика зависит от качества управления. Управление зависит от психологии того человека, который управляет этими процессами. Психология зависит от знаний людьми мироздания, то есть от философских вопросов. А у нас это все разрозненное. Вот понятно, да? Значит, как это достигается, вот такая разрозненность? Вот есть истина и есть ложь. Спрятал. Люди. Где правда? Вот при такой постановке мы бы ее рано или поздно нашли. Вот чтобы люди на земле никогда не нашли правду истину, что было сделано? Правду, правильное представление о мироздании спрятали и дали человечеству неправильное представление. То есть ложь разломили на две половинки и поставили человечество перед ложными вопросами. Человек, что первично, материя или сознание? Истины там нет. Нам дальше говорят, какой строй лучше, социализм или капитализм? Вот она, трюфелин. Понимаете, да? Нам дальше говорят, какая экономика эффективнее, плановая или рыночная? Если бы вы знали, какая это дурь. План – это цель, куда надо идти. А рынок – способ достижения цели, бесструктурный. Поэтому противопоставлять план и рынок – это противопоставлять город, куда ты идешь. Той дороге, по которой ты придешь в город. Но этим руководствуется вся экономическая наука с докторами и профессорами. А причина кроется только вот этим. Ухватывайте. Так вот, если продолжить дальше, то мировая система, она устроена сейчас как? Вот с точки зрения этих пирамидок. Она устроена таким образом. То есть вот есть эта мировая мафия и есть безголовые мавзолеи. Страна – X, страна – Y, страна – Z. Значит, управление осуществляется через управленческую элиту страны. То есть кто правит-то? Слесарь, токарь, пекарь? Нет. Управляет кто? Министры там и так далее. Вот вам реальное устройство. Причем сейчас в ходе глобализации человечество и планета Земля представляют подводную водку. Подводная водка, вы знаете, состоит из отсеков. В одном отсеке дизели, в другом там кают-компания, в третьем спальне, в четвертом там запасы, в ходе продовольствия. Понятно, да? Вот так же, но все отсеки пронизаны трубопроводами газа, нефти, связи, торговли, интернета, туризма. Все лодка собрана. Каждой стране своя задача. Поэтому, если переходить от этого, я конкретно говорю, на этой подводной лодке. Испания – это мировой курорт. Япония – это высокие технологии. Штаты – это мировой полицейский, который наводит порядок на подводную лодку. Россия – цырьевой предаток. Там сырье, там рабы, они, так сказать, нефть качают. Понятно? Все. И все бы ничего. Вот они свинчивали эту лодку, свинчивали, свинтили. Ну, здесь я скажу так. Вот, кстати, все исторические события, в частности, вот мы исследовали это на примере Юлиана Отступника. И последующие, и в частности, то, что происходит в нашей стране, очень интересный момент с революциями, бунтами и так далее. Вот, если в каком-то отсеке, в какой-то стране X, рабы, и страна не выполняет возложенные на нее задачи. То есть, рабы стали плохо работать в полях, в шахтах, но ступил застой. Кто с точки зрения виноват нашей мафиозной, что в стране X не выполняются возложенные на нее задачи? Токарь, текарь? Нет. Вот и нет. Что делать? Надо убрать негодных и поставить годных. Как это делается? В народе нагнетается революционная ситуация, беструктурным способом. Тысячи студентов вышли. Обратите внимание, в Грузии, там везде. В Молдавии кто? Студентов. Ух, мать. Молодежь, которую проще лыхануть, деньги дают, еще что-то, неважно. Возбудить. Значит, народ громит ничего не понимающую элиту, которая не понимает вот всего этого. И потом, как в песне Михаила Ивановича Нушкина, нам нового начальника назначили, мы с этим по домам разошлись. Вот это сейчас готовят опять нам в стране. Значит, сначала при застое, помните, революционные события, когда негодующий народ якобы в Москве. То же самое Шаварнадзе, то же самое в Казахстане и так далее. Вот это все, так сказать, сейчас по отношению к нам тоже готовится. Но я к чему это говорю, чтобы у вас скажете, е-мое, что это мужик тут говорит вообще, ложись и помирай. Не все так страшно. Человечество в середине прошлого двадцатого века впервые за всю свою прежнюю доступную нам историю перешло в качественно новое информационное состояние. Его смысл заключается вот в чем. Если раньше человек жил и на протяжении его жизни практически ничего не менялось, то теперь на протяжении жизни одного человека или поколения людей происходит многократное изменение всего окружающего мира. Примеры даю. Родился Ванюшка в Удмуртии в конце девятнадцатого века. Смотрит в окно избыль, телега скрипит. Умирает седым Иван Иванович. Смотрит в последний раз на свет белый. А также телега скрипит. То есть человек прожил жизнь, а ему не с чем было сравнить одно с другим. А теперешний Иван, вот я на своем примере как офицер, значит ну я что приведу, что можно тот же транспорт. Босоногим мальчиком был уже мой транспорт, вот люди постарше может быть помнят. Тогда полуторка было событие, я вам честно говорю. Потом победа появилась на соседней улице, мы ходили там до нее дотронуться боярик. Потом там москвичи, Волги и так далее. Сейчас я даже и на марке машин не знаю. Другой пример. Вот я математик, прикладник, программист и так далее. Значит, что я знаю в учительной технике? Первое я учил, русишь компьютер. На счетах, чик-чик. Потом арифмометр, трык-трык, циферки выскочили. Курсантам в училище меня учили ламповый ЛМ. Представляете, что я с ним? Это вот в спортивном зале не унестилась бы та вычительная машина, на которой лейтенант Петров начинал работать. Потом меня переучивали на транзисторы, потом на феррит-транзисторы, потом на чипы, потом микрочипы, потом... Значит, языки программирования. Я учился программировать в единичках и ноликах. То есть, я не знаю, тут люди знают, что это такое. Я программировал, потом я учил автокод инженера, потом фортран, потом алгол, потом полиш-ленглиш и так далее. То есть, меня переучили. А теперь смотрите, и таких образов можно много, я думаю, вы уже поняли, о чем идет речь. Итак, опять рисуем вот эти две пирамидки и сопоставляем. Если раньше устойчивость вот этой пирамидки излишкилась неустойчивость и знания, мы с вами рабовладельцы. Нам надо хорошо жить? Надо. Поэтому что? Одного раба мы учим чему? Пилить. Другого раба учим чему? Строгать. Третьего раба учим чему? Гвозди забивать. И рабы делают гробы, мы их продаем и живем разлилим. То есть, научив один раз человека чему-нибудь, мы живем хорошо. А теперь, для того, чтобы нам хорошо жить, нам надо рабам время от времени давать новое знание. То есть, я его научил на токарном станке, потом станок с числовым программным управлением, потом еще чего-то, и пошло-поехало. То есть, что получается? Рабы вот отсюда, они начинают как бы как червячки залезать вот сюда вот, получать все больше и больше знаний. Поняли? Что равносильно тому, что знания протекают вниз общества. То есть, знания, как стаканчик мороженого, стали таять. А устойчивость отношений-то между людьми, как мама моя говорила, каждый сверчок, знай свой шесток, стала рушиться. Все. На подводной лодке это привело к чему? Сейчас это как с него сушите, леди, сейчас ответим. Если взять в глобальном масштабе, это коснулось чему? Вот было два отсека, но они сейчас есть. Вы знаете, Индия и Пакистан. Здесь мусульмане, здесь индуизм. Значит, два соседних отсека. Они в своем освоении знаний освоили технологии производства ядерного оружия. И говорят, мы будем между собой воевать. На подводной лодке. С помощью ядерного оружия. Мафия посылает Тони Блеера сюда. И он им говорит, вы что, дурачки, вы же лодку взорвете, если вы будете между собой воевать. А они, не понимая глобальной политики, говорят, война до победного конца. Вот я сейчас тоже сказал, смотрите, что. Козьма Пурков говорил, как, многие вещи нам непонятны. Не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Показываю на примере. Вот я профессиональный военный, меня учили. И серьезно, имею там ни одно высшее образование. Учили. Есть внутренняя политика. Это политика, проводимая в отношении своей страны. Понятно, да? Есть внешняя политика. Это политика, проводимая к соседним странам. Тоже понятно. И все. Меня больше не учили. А теперь я говорю новые два слова. Глобальная политика. Это политика, проводимая в отношении всего человечества на планете Земля. И получается, что тот человек, даже если он глава государства, который не понимает глобальной политики, он становится заложником того, кто знает и понимает методы и способы глобальной политики. Понятно? Поэтому я еще это вам рассказал. Вот эти вот проводят глобальную политику, а вот эти вот, руководители всех стран и народов, проводят внутреннюю политику и внешнюю политику. Но возникла опасность у этой мафии. Если руководство какой-нибудь страны выйдет на понимание глобальной политики, они нас могут кинуть. Помните пьесу «Вишневый сад» Чехова? Это как бы так вот, хозяйка «Вишневого сада», при этом приказчик или директор и работа там крестьяна. Хозяйка «Ах, ох», а приказчик говорит «А я заполучу». Взял хозяйку, обманул и, значит, сам стал хозяином. Вот чтобы этого не произошло, что сделала эта глобальная мафия? А было две супердержавы. Обратите внимание, назвали «ЮС» и «СУ», «Совет Юниор». Зеркальное отображение. Было два агитпункта. Нас пугали якобы империализмом, а их пугали якобы коммунизмом. А на самом деле здесь и здесь тоже самое, рабы, только одни прикорблены. Но возникла опасность, что эти выйдут на понимание глобальной политики. Поэтому что решили сделать? Обрушить оба государства. Как? Представьте два завода. Один производит «Форды», другой производит «Жигули». Понятно? Значит, есть хозяин двух заводов, есть дирекция и есть много цехов. Чтобы хозяин, его не кинул директор, что он делает? Он завод разбивает на множество цехов. Один цех делает карбюраторы, другой радиаторы, третий приборы, четвертые колеса. Но каждый цех в отдельности автомобили не соберет. Вот то, что я вам сказал, это переход от двухполюсного мира к многополюсному миру. А суть та же самая. Первым решили обрушить СССР. И СССР первую фазу выполнили, расчленив СССР. Но точно такая же фаза в отношении России действует. Почему Путин создание федеральных округов предотвратил. Фраза эта соответствует Ельцинскому. Берите суверенитета столько, сколько хотите. Это что такое? Бесструктурное управление. И вот эта элита, все местные элиты. И я хозяин. И где теперь шаварнадзе? Поняли? То же самое здесь в республиках. Шамиев. Вводят латиницу вместо кириллицы. Знаете об этом? То есть каждый суслит агроном. То есть это сепаратистские настроения, когда люди сами уничтожают свою страну. В интересах поняли кого вы. То есть, вы представьте, я дам вам образ, и все станет предельно понятно. Вот, я Ротшильд. Вы опенгеймер. Вы Морган, вы Леб, Кун, Абрахам. Мы завоевываем Россию. У меня вопрос к Морганам, Лебам, Кунам. Нам в России нужны богатые конкуренты в виде Березовских, Ходорковских, Ельцин, Ахолушковых? Или не нужны? Нет. Не нужны. Они нам нужны на момент захвата. А потом вот по матросе ты забросишь. Где Милошевич? Если вспомните, Финачето судили, а Ельцина, Наина Иосифовна вся в истерике. Почему? Потому что тот же БООС, депутат нынешней Госдумы, говорит, семью Ельцина надо как семью Чуршевку к стенке. Почему? Потому что нужен козел, чтобы успокоить народную массу. Поэтому и Борис Николаевич сейчас хотят сделать козла. Вот это все называется глобальная политика. Так вот не странно. Я немножко так примитивно, но все, как вы теперь уже догадываетесь, вижу по глазам, да многие знали. И это очень серьезно. И все это выкладывается в бесструктурное управление. Но точно такой же колокольчик звонит в отношении Штатов. Поэтому пикирование Боингов на небоскребы Нью-Йорка это акт бесструктурного втягивания Соединенных Штатов в войну против исламского мира, чтобы опустить Соединенные Штаты и расчленить. Как расчленяли лозунг СССР, который с травой-то возвучила? СССР тюрьма народов. СССР империя зла. Поэтому что делают со Штатами сейчас? Штаты империи зла. Когда Штаты бомбили Белград, весь славянский мир сказал, вы что сюда лезете, в Европу? Вот вы подумайте, вот вы живете, да? А там же рядом Франция, Италия, да они... Куда вы лезете? В Средиземное море, вот сюда, и Штаты интерес отстаивают. А теперь, то есть весь славянский мир их как бы возненавидовал. А теперь их втянули в войну с исламским миром. Они туда вошли, мы тоже в Афганистан вошли, помните, чем в Бонзово? Поэтому из Штатов делают империю зла. И вот этот акт с пикированием Боингов на небоскребыне Европы, если проводить исторические параллели, он равносилен поджогу Рейхстага. Как когда Гитлера втянули в мировую войну. То есть развязали ему руки и дали ему возможность... А действительно, как это? Коммунисты подожгли Рейхстаг. Ну помните, значит, у него развязаны руки, это мощная провокация. Кто и как это делал, это вопрос уже другой. Так я для чего вот это вот говорю по подводной лодке? Вспоминаем. Итак, раньше, значит, я дал порцию знаний, живу хорошо, а теперь мне для того, чтобы жить хорошо время от времени, рабам надо давать новое знание. Это отражается на глобальном уровне, глобальной политикой. Но это отражается и на микроуровне, и касается непосредственно той аудитории, где мы с вами находимся. Вопрос так. Так, Министерство образования говорит, надо переходить на 12-летний образованный. Почему? Фактов становится все больше технологий. Ну скажем так, историю. Раньше мы учили там среднюю, новейшую историю, а теперь эпоху Ельцена надо учить. Значит, часы должны быть? Должны. Поэтому вместо 10 лет надо 12. А пройдет еще года два. 14 лет надо учиться. Чувствуйте, к чему говорю. То есть мы поставили задачу какую? Перехода от педагогики фактологической к педагогике методологической. Почему? Потому что сейчас парадокс, в частности во многих профессиональных училищах, в институтах заключается в чем? Меня в институте выучили на компьютере работать. Пять лет. Я вышел, этот компьютер устарел на дно выучить. И спрашивается, и что я учил эти транзисторы, когда надо уже биотехнологии. Понимаете? То есть вот это новое информационное состояние поставило принципиально новую задачу. Мало того, что в школе, а задача теперь такая. У нас же сейчас какая? Психология у людей. Кончил школу. Фу. Больше не надо книжек читать, да? То есть, ну чего греха таить? Или вуз кончил, слава тебе Богу, все, экзаменов не надо. А получается, что сейчас мы живем в таком обществе, когда надо всю жизнь учиться. Всю жизнь. Потому что все время и осваивают новые технологии. То есть, человека надо психологически и методологически подготовить к новому информационному состоянию. А это принципиальные иные педагоги, которые требуют что? Знания методологии. То есть, распознавание, что тебе надо, что не надо. А давайте скажем так. Вот сейчас всего полно, да? Как вы найдете то, что вам надо? Значит, надо обладать каким-то методом, что тебе надо вычленить. Вот та система, когда каждый знает свое, калейдоскопический идиотизм формировала в умах людей. То есть, знаний много, а соединить их между собой, склеить, мы не понимаем. Даже с точки зрения наук, вот приходите, а я часто в Москве, там семинары всякие научные. Птичий язык. Приходишь к математикам, биолог их ничего не понимает, что они говорят. Приходишь к биологам, да? Они на своем языке. Я что-то не так говорю? Так. Поэтому нужен язык междисциплинарного общения. А все процессы во Вселенной, в том числе и в социальных системах, они носят управляемый характер. Поэтому одним же терминологическим аппаратом можно описать процессы, которые происходят в молекуле, во Вселенной и в социальных системах в частности. Чувствовать о чем-то. Поэтому достаточно общей теории управления, она позволяет дать людям метод распознавания явлений, фактов, событий, сообразуясь со своей специальностью. И влезть в другой механизм, то есть ранее неведомый ему. То есть она дает метод познания окружающего мира. И воспользоваться им тогда, когда надо. Вот, собственно, то, что я вам хотел рассказать. Значит, ну, в качестве иллюстрации могу привести, поскольку время еще есть, значит, ты не только время, а просто интересно будет, вот в качестве примера. Вот такие вещи. Власть. Вот сейчас выборы, да, всех голосуют. Три независимых ветвую власть. Вроде хорошо, как демократия. Я говорю, ложь. На самом деле, в социальных системах действует пять видов власти. Смотрите, вот у нас сейчас считается хорошо. Законодательная власть изобретает законы, исполнительных исполняет, судебная следит за порядком. Здорово? Здорово. Но маленький вопрос поставлю. На основании чего депутаты изобретают законы? Они что, у них от химической реакции в мозгу, что ли, получаются? Нет. Не от химической реакции. Почему один говорит, я считаю, налог должен быть вот таким. А другой в морду кулаком говорит, а я считаю, налог должен быть таким. А почему ты так считаешь? А у меня такие идеалы. Откуда эти идеалы взялись? Они взялись от той идеологии, которой он руководствуется. Поэтому посмотрите у нас в Думе. Какие фракции? Марксистская, Узюданова. Там какая идеология? Материалистическая. У Жириновского либерти демократическая. У яблока там было кисло-сладко-яблочное. И так далее. То есть каждый суслик-аграном, у него своя идеология. Не плюрализм. А идеологии откуда берутся? То есть получается уже, смотрите, получается, что надо законодательной власти. Есть более мощная идеологическая власть, да? Но в Конституции нигде вы ее не найдете. Почему? А откуда идеологии берутся? Они что, с неба что ли падают? И вот тут-то мы вышли на понятие концептуальной власти. Консептио в переводе с латыни на русский, вы знаете, означает система взглядов на что-либо. Применительный к жизни людей, это ответ на простой вопрос. Люди. Как мы жить-то между собой будем? Вот вообще, все просто. И одна концепция, она говорит, ну чтобы вот, как бы, образ у русских власть всегда с кулаком, и еще кое с чем. Вот я на пяти пальцах руки показываю. Вот пять видов власти. Вот это концептуальная, идеологическая, законодательная, исполнительная, судебная. Так вот, существуют все две концепции. Две системы взглядов. Одна концепция, говорят люди, давайте жить между собой по-доброму, по-хорошему, уважать старших, пестовать подрастающие поколения, любить женщин, заботиться о немощных, трудиться честно. Ну то, что на Руси называлось, давайте жить по-борски. Одна концепция, система взглядов. А другая, прямо противоположная, она говорит мне, а я буду над всеми вами рабовладельцами, а вы у меня будете скотами, быдлом, рабами. Но если этой концепции нечего прятать в своей мысли, то что кто-то так и скажет, что нет. Нужна красивая упаковка. Поэтому вот этот палец, эта идеологическая власть, верной дорогой идет товарищ. Идеологии может быть, сколь угодно много, называется демократия, флюрализм. Но все это, многопартийность, это фантики, в которых завернута вот эта трюфелина. Я начальник бедурга. Фантики разные, а начинка одна и та же. А дальше идет законодательная, исполнительная и бессильно судебно-следственная власть. Поэтому в нашем обществе долгие столетия реализуется вот эта концепция. Но ей объективно, подошел конец. Мы, несмотря на весь ужас ситуации, живем в удивительное время. Когда впервые в истории человечества мы перешли в такое информационное состояние, когда эта система взглядов приказала долго жить, а эта новая не набрала обороты. И речь только в скорости перехода от одной концепции к другой. А она зависит от скорости распространения вот этих знаний. Потому что либо ты живешь в мозаике, либо калейдоскопическим идиотизмом сражаешь. И реализовать это через систему образования. Почему они и держат систему образования. Не дают туда ничего нового. Косность. Все. Не надо ничего трогать. Или делают так, наоборот, чтобы извратить, испохапить, еще усилить вот этот калейдоскоп в умах людей. Все. Поэтому культура, в которой мы живем, она сформирована вот этой концепцией. Безнравственной концепцией, когда одни господствуют над другими. И вот эта вся мразь, все, что сейчас вылезло на экраны телевидения, я думаю, здесь люди сидят грамотно эрудированные, вот. Это все является следствием того, что вот эта концепция гибнет. Это огонь. Значит, и нам выпало, ну, по-разному можно считать, но мы живем, вот я говорю, в удивительное время. Значит, поэтому переход на новую концепцию, он неизбежен. И в этом смысле Россия оказалась на острие всех вот этих процессов. Значит, и то, что сейчас происходит у нас в стране, идет ломка вот этих стереотипов, поэтому те знания, которые мы представляем, достаточно общественное управление, они позволяют ускорить этот процесс, чтобы мы в нашей стране, у нас есть все, правильно? Газ, нефть, золото, то есть, но простая формула, мы с вами живем не так, как мы работаем, и наши зарплаты, пенсии, там, все, благополучие зависит не от того, как мы работали, работаем, а от того, как нами управляют, потому что труд делится не на умственный и физический, еще одна ложь, а труд делится на производительный и управленческий. Производительный труд, это труд токаря, пекаря, учителя, его продукт, причинительный, продукт, ученый, он изобрел установку, художник, он нарисовал картину, писатель, он написал книгу, а управленцы осуществляют сборку всех отраслей деятельности людей, поняли? И чем выше уровень управленцев, тем больше ответственность он должен нести за свой труд, а зарплата должна зависеть от качества его управления. То есть, если я вытащил деталь, ровную, померил, получай денежку. Брат, я не получу денежку. А Ельцин со стороной сделал хорошо? А одни говорят, почему? Да нет, он же демократ, его что? Почему? Штангеля нет, нечем мерить его качество управления. Президент Удмуртии хорошо Удмуртии управляет? Одни говорят, хорошо, другой плохо. Штангеля нет. А штангель очень простой. Первое. Смертность уменьшается, рождаемость увеличивается. Зарплата растет, цены уменьшаются. Я хорошо работаю? Хорошо. Поэтому мне зарплату надо давать после того, когда я вытащил деталь. то, что мы предлагаем, стал руководителем, получая среднемесячную зарплату по городу, области, республики. Поняли, да? Прошел год, меряем. Классно. А если плохо, то и выборы не нужны. Пошел куда подальше. А если ты пьянствуешь как Ельцин, какие выборы? Какой импичмент? Понятно? То есть вот все мы живем. Чувствуете? Потому что законы изобретаются с позиции концепции. Вот по этой концепции закон какой? Вы же меня избирали, ждите четыре года. А по этой концепции закон какой? А чего ждать, если видно, что дурак? То есть это два произвола. Один безнравственный, другой нравственный. Вот это и есть концептуальная власть. Интересно? Так я вот вам так как бы на пальцах все, но это как вы наверное должны предположить, мои ребята грамотные, то есть там все с интегралами, с дифференциалами, то есть все написано, все культурно доказано. Вот достаточно общей теории управления. То есть там комар-нос, они подточены. в том числе и философских моментов в религиозных. И вот круг вопросов, которые пришлось рассмотреть вокруг достаточно общей теории управления, он следующий, я вот только перечислю, больше не буду. Значит это мировоззренческие вопросы, философские. Потом рассмотрены истории человечества, но история человечества рассмотрена как глобальный исторический процесс в эволюционном процессе развития биосферы планета Земля. Там почитайте, там происхождение человека и влияние вот той биосистемы, в которой мы живем, на освоение человеком, генетически обусловленного потенциала развития, ну и еще многие другие вещи. Вот отсюда и вышли, что история управляема. Дальше вышли на то, что роль религии в управлении, поэтому проведен сравнить анализ всех священных писаний, Тора, Талмуда, Библии Ветхого и Нового Завета, Корана, буддийских учений, современных и древних оккультных эзотерийских учений, вплоть до учений Рона Де Хаббарда. Я могу вам рассказать, как управляют экстрасенсы, как работают колдуны, маги, волшебники, чем отличается прогноз от пророчества. То есть эти вещи, они же в жизни... Экстрасенсы есть? Есть. Кто они такие? Каков механизм их работы? Раскрыт он? Почему? Потому что у человека есть биополе. То есть человек излучает колебание. Это уже как бы все знают, только нам в школе это не учили. Если мои колебания совпадают с вашими колебаниями, они входят в резонанс. Но колебание, колебательная система, определяется не только материальным носителем, а на несущую частоту, то есть я передатчик. Я как бы излучаю вот как материальное тело, я излучаю одну частоту. А модуляцией является образ мысли, то есть правила жизни, по которым я живу. Поняли? Ну образно говоря так, модуляцию забыли? Что это такое? Я просто не знаю. Вы же помните, вот идет частота одна, а модуляция она вот так вот, поняли, да? Вспомнили, да? Амплитудная модуляция, частотная модуляция, она определяется мыслями. Поэтому ежели мои мысли, помните режим автопилота? Иисус воскрес, а у другого мусульманский эгрегор, то есть это биополевая структура, они неприемлемы. Тот, кто организовал этот принцип, он называется разделяем лазу. Поэтому маги-колдуны, они влияют в первую очередь на биополе, это нау... значит, он изменил его меру информационное состояние, и это так или иначе откладывается на материальном носителе. То есть они лечат через передачу информации, а информация передается в том числе и через глаза. Почему? Потому что все процессы колебательные, свет колебаний, звук колебания, электрон вращается вокруг ядра, луна вокруг земли, все колеблется. И вот эти колебания откладывают отпечаток на нас в том числе. по этому астрологию надо возвращать в плоскость точных математических наук. Потому что даже зачатие человека, даже зачатие человека происходит при информационном состоянии двух любящих людей. Почему мы говорим, что вот тот секс, значит, и вот... Вы знаете такое явление телегонии, нет? А сейчас в газете я еще обед послушаю. Ну тогда вот почитайте наш последний. То есть получается, что когда женщина до рождения ребенка пропускает через себя несколько мужчин, то биополе тех мужчин сказывается на плоде ее, потом это сказывается на ее плоде, и тогда в какой-то такой у меня уродился. Там вплое до того, что есть случай, когда от белого мужчины рождается негритенок, если он на спереку. Это страшная вообще говоря штука. А если биополе не соответствует телесной структуре, тогда дети уроды получают. То есть этому наука не учит. Возникает вопрос, почему? А что такое гомосексуализм, который сейчас... Вы вдумайтесь даже в название вот этой девчушечки поют. Вы вдумайтесь что? Да? Ту! Представляете, какое кощунство вообще? И это преподносится нашим детям. А что это такое? А это культура, в которой мы живем. А для чего все это делается? Масло подорожало. Поняли? Само ничего не происходит. Для чего? Я вам объясняю. Чтобы удержать миллионы людей в повиновении, им навязывает тату, то есть галейзоскоп, чтобы они не вырвались из этого плена. Для этого служат алкоголь, наркотики, масс-культура, все эти диск, жакеи, все это бей-бей-барабан, по ушам и так далее. Чтобы удержать, чтобы люди не вышли на более высокий уровень понимания. Вот это и есть управление общественными процессами. Все. Могу еще долго рассказывать. Вопросы есть? Нету все. А из-за этого выйти за старение? Значит, не учатываются здесь. Значит, рисую простую схему. Подождите, вот женщина задала вопрос, он очень простой, будет сейчас понятно. Вот, смотрите. Я просто чтобы нам пальцы не рассказывать. Рассказываю. Вот, смотрите. Итак, вот наша страна, Россия, здесь много людей. Там Камчатка, я уж не буду рисовать. Это что научно называется объект управления. Теперь, есть наше правительство, там президент и так далее. Ну, руководители государства. Они нами управляют, дают какую-то информацию налево, направо, шагом марш. Годят нас к какой-то цели. Правильно? Коммунизм строят. результаты они анализируют, да? Вносят поправки и дают вот схему управления. Так управляют лошадью, автомобилем, стороной. Вот схему управления. Что таллинки на нас шли? Нет, самолеты пикировали. Чем они нас взяли? Они нас взяли информацией. Что они говорили? Михаил Сергеевич, ты же войдешь в историю человечества. Раисы Максимовны вместе будете общечеловеческие ценности пожинать. Понят, да? Нам, лохам говорили, что лохи, вы дураки, у вас будут штаны с наклейками иностранными, жевать на резинку будете жевать, будете жить. То есть они что? Выстраивали нашу страну путем информационного воздействия на достижение своего реактора цели. Поняли? Им надо было страну ухайдовить. А они путем информационного воздействия это и делали. А теперь вопрос. Они достигли своих целей? Достигли. За чего? Они передавали информацию как улице. Нехорошую. Теперь мы говорим «А ладно, ребята, если вы это смогли, а почему мы не можем? Мы я, вы, он, она и так далее». Мы говорим «Владим Владимирович, ты понимаешь, что происходит? Людям говорим «Люди, понимаете, что? Значит, как надо, что надо, как всем? В школах, в институтах». Вот и всё. Ответ понятен? И выстраиваем на свой вектор цели всё. И наводим порядок в своей стране. Дальше по частностям давайте я могу дальше говорить всё. это же частность. Если главное понятно, то есть есть объект, есть субъект, есть информация, которую управляет. Управляет что, человек что? Нет. управляет то, что у человека в голове. Поэтому уже со школьной скамьи что заложишь, как там у Космог-Русского, человек подобен колбасам, чем их начинешь, что он будет носить себя всю жизнь. То есть так и здесь. Поэтому давайте будем передачи днять. Ещё вопросы? Нет. Простите. А вы понимаете? Понимаете? У него две проблемы. Значит, роль Владимира Владимировича примитивно проста. То есть из него хотел Ельцин сделать мальчика идиота. То есть помните Кириенко киндер-сюрприз. Он что ли дефолты сделал? Нет. Сделал Черномырдин с Ельциным. Но на период кризиса поставили киндер-сюрприза. Он принял удар на себя и потом ушло на заслуженное место. А Черномырдин пытались назад возвернуть. Вот та же самая ситуация с Путиным. Ельцин понимал, что аут внезапно ставит мальчика. За это время в стране наступает полный аут. Народ забывает, что был Ельцин, а всё связывает с Путиным. Поэтому при Путине гибнут горят Останкинские башни, взрываются жилые дома. Народ просит кого? Жёсткой руки. Приди спасатель, спаси нас. Кто у нас спасатель? Сергей Кожиедович Шойгу. Никто не знает, что Сергей Кожиедович родственник семьи, что идеал у него барон Пункер, один из соположников русского фашизма, что под Сергеем Кожиедовичем создана специальная партия, помните, да, единство, что внесите одно слово, не министерство по чрезвычайным ситуациям, а внесите слово министерство по предотвращению чрезвычайной ситуации, и всё станет понятным, потому что кому беда, а кому мать родна, то есть представьте, какие деньги отмываются, вы что думаете, нельзя определить, когда будет наводнение, паводки, или ещё что-то, за это время там такие бабки отмываются, то есть он был поставлен на это дело, а дальше надо понимать, но не он хозяин, вот представьте, мы мафия, мы завоёвываем Россию, мы знаем, что миллионы людей надо удержать в повиновении, поэтому миллионам людей надо дать завлекательную идею, какую, кто знает наверняка, что многонациональный русский народ схавает, кто, а никто не знает, но мы можем предположить, первое, устав от брежневского маразма, они захотят демократию, поэтому на демократизаторскую жилу мы поставили кого? Явлинского, Немцова, Хакманаду, это всё Гайдар, все вот они демократы, вдруг не пойдёт демократия, тогда кого? Там сильны прежние марксистские идеалы, поэтому этот Зюганов, Тюлькин и так далее, Ельцов же, я поймаю, запрощаю, а ему говорят, Борис Николаевич, ты извини, не горячись, они нам пригодятся, я разрешаю, было же, почему они нужны, потому что Карл Маркс, внук двух раввинов, изобрёл такое учение, которое никогда не привело бы нас к коммунизму, тринятие направлений, какое, Русь, страна православная, могут захотеть царя, на эту жилу работает кто, Никита Михалков, сибирский царюль, какой царь-банчик, кто у нас хороший был, помните, кости стали хоронить, и, наконец, последний вариант, если ничего не будет получаться, жёсткий фашистский режим, более того, я вам скажу, вот вся эта мафия, глобальная, она сейчас пытается установить на земле жёсткий фашистский режим, потому что демократия им стала, как кость в горле, то есть, демократизаторские процедуры не позволяют удерживать миллионы масс повиновений, вот на эту систему загона человечества в жёсткий фашистский режим работает вся система мирового терроризма, то есть, представьте, взрывы-то везде, почему, а чтобы народ сам захотел колючий прорыв, чтобы на каждом полицейский, всё, чтобы отпечатки пальцев, поняли, всё, и тогда тотально, так сказать, Иван Антонович Ефремов планета Торманс, сейчас БК читается, там это написано, а в эти рамки укладывается и Сергей Кожиедович, и фашистский режим у нас, поняли, так вот, нас сейчас к нему пытаются загнать, я для чего это рассказал, вот Путину всего была участь развала страны, чтобы мы захотели Кожиедович, поняли, а Путин их всех переиграл, почему, потому что то, что я вам рассказал, у него есть конспект, А что в силах отдельного человека, чтобы не быть варионеткой, вот так вот? Не может один человек сейчас, вот в нашей глобальной системе, ну куда, в лес уйдёшь и там достанут, вот отец Гасырён говорит, цивилизация гибнет, уходим в леса под Минусинском, слышали, да? Ну и там их достают налогами, сборами и так далее, то есть не спрячешься, ну погодные лодки куда спрячешься? Человек в этом смысле свободой не обладает, свобода человека заканчивается восприятием его рецепторами окружающей действительности, а дальше у человека свободы нет, то есть мне солёное, а вам уже не солёное, поняли, да? Значит, мне горячо, а вам не горячо, ухватили, а дальше уже всё, свободы нет, то есть вся свобода, вот эта ложь, за свободу, а что такое свобода? дай определение свободы, ну это когда, а что когда? Да нет у человека никакой свободы, потому что он в плену находится концепцией, понял? И в этой он глобальная невольничая цивилизация, чтобы выйти и реализовывать значит, вот то, что вы имеете ввиду, выйти, надо выйти на другую концепцию, а речь идёт о генетически обусловленном потенциале развития, который есть у каждого человека. И та культура, в которой мы живём, она может либо способствовать освоению человеком то, что в нём заложено, способности, либо задавливать, а теперь вопрос, культура, в которой мы живём, она способствует саморазвитию каждого или нет? Продолжение следует...